Я под очень большим впечатлением, потому что на самом деле, когда ты слышишь стихи в авторском исполнении, это совсем другое восприятие, это не то, что читать книжки или в интернете, это просто проживаешь их по-другому и чувствуешь совершенно по-другому. Я очень довольна, что пришла, я думаю, что это не последний вечер, который я посетила подобного рода. Вы знаете, очень важно услышать действительно автора самого, в данном случае у меня есть свой личный опыт переживания такого, мне когда-то подарили книжечку Арсения Тарковского, и я почитав, не понял ничего, хотел сказать как-то покрепче, я сказал мягче, не понял ничего, но видимо недорос, возможно, прошло несколько лет. Вот я, опять же, могу сказать, что я не понял, там было много, достаточно много символических каких-то вещей, которые проходили как-то мимо меня, то есть они, что называется, не протекали в мой разум, но стоило мне услышать автора, именно авторское чтение Арсения Тарковского в фильме «Зеркало» Андрея Тарковского и его сына. Вот, как тут же слетела пелена, я уже после этого не мог оторваться от книги, которую мне подарили, и в какое-то время он довольно сильно на меня влиял, лично на моё творчество. Читая стихи на текстуре «Байт», допустим, этих авторов, в голове звучит свой голос, но можно не так услышать акцент, который авторский, соответственно, бесценный. Тот же Высоцкий, кто-то поёт Высоцкого, не тот, а вот сам Высоцкий, когда поёт, совсем другое дело, потому что что-то туда прибавляется, именно от автора. И, кстати, вот авторам пожелания. Сегодня вот заглядывая в дверь Татьяны Святашовой, великолепно прочитала свои стихи, я был поражён, был очень доволен. А вот некоторым авторам всё-таки моё пожелание – стараться не читать всё-таки с листа, стараться, если организовываются такие вечера, и Вы знаете, что Вы приходите на них, то подготовиться, соответственно, то, что всё-таки стихотворение – это и акт творческий в плане выступления уже немножко актёрского мастерства. Если стихотворение ещё и прочитать, знаете, как инструмент музыкальный, он может прекрасно звучать, и те же ноты тоже прекрасно написаны, но а бы как их сыграть, это тоже любую музыку можно испортить, фальшиво всё это сделать. Хочет смысл, останется вроде бы тот же. Поэтому авторы, пожалуйста, читайте с выражениями, да, и разыгрывайте свои стихотворения, чтобы это ещё был маленький спектакль. Мне всё понравилось, и здесь было очень уютно и душевно. Я оказался в храме поэзии, где мужчины и женщины приоткрывали завесу между видимым и невидимым. Я пришёл с мыслью, что я изголодался по хорошей, качественной, современной поэзии, и я удалил свой голод. С такой мыслью я ухожу. На самом деле всё было хорошо. Некоторые вещи меня взяли прямо за душу. Эмоции самые замечательные, потому что, помимо того, что ребята замыслили, ну, не просто благое дело, а прекрасное дело, и литературу нашу белорусскую как-то так продвигать, знакомить с ней людей, и, кроме того, что мы много услышали и узнали, и одухотворились, и оккультурились, вот, мы ещё и зарядились очень такой энергией, и хорошей, и замечательной. И я думаю, что, проведя даже после рабочего дня эти пару часов, вот в таком вот месте, и в таком окружении, мы получили массу положительных эмоций, и познакомились с ребятами, прекрасными поэтами, в будущем нашей литературы. Евгений Бесчастный, ну, я думаю, что и он, и сам Андрюша, организатор, Андрей Фомицкий, это, ну, я думаю, что всякие любящие поэзии, литературы, будет неприметно знать этих людей очень скоро. Ну, то есть они отталантливые ребят, так что спасибо вам огромное. Очень понравилась литературная сведа, на которую мы попали впервые, и такое ощущение, что у этого проекта большое будущее. Очень в это верится, очень хочется, чтобы так было. Самое интересное, что просто, ну, как бы непонятно, откуда силы берутся у организаторов, потому что видно, что организовывали всего лишь несколько человек, и создать такое мероприятие для этого нужно много сил, времени, энтузиазма, много договоренностей. Очень приятно, что большое количество людей посещает такие мероприятия, и очень приятно, что вы создали вот это пространство, в которое можно приходить. Вот, я желаю вам успеха. Мне очень понравилось. Спасибо. Спасибо. Спасибо.